Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают её к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребёнку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдёте научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРА-7. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые слушатели, юные открыватели, мальчики, девочки, мамы, папы, бабушки, дедушки. В общем, все родственники и друзья, кто так или иначе проводит воскресенье не в праздном сне, не в каких-то ожиданиях, а прислушиваясь внимательно к своим радиоприёмникам. Потому что сегодня в эфире, как и всегда, в воскресенье программа «Открывашка» на волне 101.0 FM. Меня зовут Алексей Андреев. Всем ещё раз доброе-доброе утро. Здравствуйте. Помогает вести сегодня мне программу Злата Андреева. Мы сегодня вот в таком вот тандеме будем вести эту программу. Злата, как настроение? Как ощущения? Отличное настроение. Как ожидание начала учебного года? Уже готова к школе? Конечно, готова. Я прям по глазам вижу, что немножечко лукавишь, но надеюсь, все остальные наши школьники тоже, в принципе, к первому сентября приготовились, потому что действительно осталась всего лишь неделя. И начало нового учебного года – это всегда что-то, с одной стороны, пугающее, с другой стороны, всегда интересное, потому что это всегда что-то новое. Причём не только в школах, но и во всех остальных образовательных организациях, музеях, образовательных центрах, потому что открываются новые выставки, новые экспозиции, появляются какие-то новые интересные кружки, секции. Вот и мы сегодня как раз-таки хотели бы напомнить, что у нас в городе есть уникальный детский космический центр, который является частью Музея авиации и космонавтики. И сегодня у нас в гостях как раз-таки директор музея Стлана Натальевна Шумайлова. Доброе утро, Стлана Натальевна. Доброе утро, Алексей, Злата. Доброе утро, уважаемые слушатели. Мы, как вы понимаете, будем сегодня достаточно много говорить о космосе, об освоении космоса. И, естественно, мы будем рассказывать о том, что есть непосредственно в детском космическом центре. Ну а и по традиции, Злата, что у нас есть? У нас есть викторина для слушателей, в которой мы задаём вопросы, и зрители могут получить подарки. Да, а подарков, я вижу, у тебя сегодня опять более чем достаточно. Поэтому давай сначала расскажем о подарках, ну и потом озвучим телефон, по которому можно будет отвечать на наши вопросы. У нас есть замечательные книги для ребят от шести лет. У нас есть книга «Астрономия», а также книга «Космонавт». А для ребят постарше у нас есть книги «О чём говорят животные», рассказы Перси Джексона, «Карлсон, который живёт на крыше» и книга «Пантеон». Здорово. И есть ещё огромное количество пригласительных билетов. Да, у нас есть приглашение в Юркин парк, в кинотеатр «Смена» и приглашение в кота-кафе «Зоки», а также у нас есть приглашение в планетарий детского космического центра и приглашение на экскурсию в детский космический центр. У нас есть билеты на двоих человек и на трёх человек. То есть это то, что как раз-таки принесла с собой Светлана Натальевна, то есть то, чем порадует нас детский космический центр и музей имени Циолковского. Ну, подарки озвучены, осталось только напомнить, как их получить. Мы задаём вопрос. Куда нужно звонить, Злата? На номер 211-101. Да, это телефон прямого эфира, поэтому звоните прямо в студию, как только услышите первый вопрос. И может быть мы, так как тема у нас сегодня космос или всё, что связано с ним, давайте сразу первый вопрос. Злата, задавай, чтобы услышатели как-то сразу оживились и включились в нашу беседу. Сколько планет в Солнечной системе? Всё, предельно простой вопрос. Знаете ответ, звоните 211-101, а мы пока начнём беседовать с Светланой Натальевны. Светлана Натальевна, ну, а как вы готовитесь к новому учебному году? Мы готовы к новому учебному году. Целое лето шла большая работа для того, чтобы 1 сентября ребята могли прийти и удивиться тому, как много возможностей есть у детей нашего города, нашей Кировской области. Возможности самые разные, несмотря на то, что мы музейное учреждение, музей, и могли бы только экскурсии, экспонирование каких-то предложить, выставок. Мы, конечно, придумали очень много всего интересного для того, чтобы центр стал таким местом притяжения для детей, для взрослых, для молодёжи и для людей пожилого возраста. То есть все возраста? Все, абсолютно, да, несмотря на то, что мы говорим. Сразу хочется, я извиняюсь, что перебиваю, хочется сразу перефразировать известное выражение, да, космосу все возрасты покорные. Абсолютно верно, да. Ну, а нам придётся не просто вспомнить эту знаменитую фразу, но и вообще перебить Светлану Натальевну, потому что вот сейчас Злата расскажет, что у нас в эфире достаточно быстро люди отвечают на вопросы, и уже есть что? Звонок. Да, есть первый звонок, Злата, принимай. Привет, как тебя зовут? Алина. Алина, а сколько тебе лет? Девять. Ты была в космическом центре? Нет. Нет, но обязательно побывай, и я жду ответ на твой вопрос, на мой вопрос. Так, сколько планет, да? В космической системе девять планет. Вот хочется сказать, с одной стороны, всё правильно, как вот ещё нас учили в своё время в школе, что действительно девять планет, но ты знаешь, что сейчас немножечко изменилось отношение к количеству планет? В курсе, нет? Не рассказывали тебе взрослые? Нет, мне ещё не рассказывали. Ну, давай, какие планеты ты знаешь, чтобы убедиться, что ты действительно ответила на вопрос, мы просто тебя ещё немножечко поштудируем. Хорошо. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нектун, Плутон. Вот, и вот просто по поводу Плутона, Злата, что сейчас по поводу Плутона? Сейчас Плутон не считается планетой самостоятельной. Да, он настолько мал, что его считают, ну, просто неким небесным телом, может быть, даже спутником какой-то другой, более крупной планеты. Но ты в любом случае ответила правильно, поэтому можешь претендовать смело и выбирать подарок. Да. А можно мне билеты? Куда? Я бы посоветовала тебе билеты в детский планетарий или на экскурсию в детский космический центр. На экскурсию. Замечательно, отличный выбор, Светлана Натальевна. Ждите первых посетителей вот прямо по этому билету. С удовольствием. Спасибо огромное. Расскажем, да, как получить эти билеты за эфиром, а мы продолжаем. Напоминаю, у нас в гостях Светлана Натальевна Шумайла, директор Музея авиации и космонавтики. И, Злат, ну, может быть, у тебя тоже есть вопросы вот сразу, прямо с ходу, потому что Светлана Натальевна обозначила, что планы на этот учебный год большие. А как можно записаться? Есть ли какой-то особый отбор в кружки? Нет, особого отбора нет. Главное, чтобы ребятам было интересно эта тема. Мы предлагаем очень много кружков. Конечно, они все связаны так или иначе с освоением космоса в глобальном смысле этого слова. Но мы очень хотим, чтобы ребята приходили те, которые любят моделировать, конструировать, у кого, может быть, есть мысли стать инженером. И поэтому мы и предлагаем такие клубы, в которых ребятам в дальнейшем было бы интересно изучать в том числе профильные предметы и, может быть, и выбирать свою профессию. Например, робототехника для разного возраста. Это для ребят и 6 лет, и для ребят постарше, начиная с 9 лет. Это авиатроника. Сейчас очень много ребят занимаются и покупают родителям дроны, они летают. Вот безопасное пилотирование, и в дальнейшем как можно им управлять. Авиатроника это как раз... То есть это прямо уже отдельное есть направление? Конечно, да-да-да. То есть уже прямо есть инструкторы? Абсолютно верно. Это для ребят 12+. И есть целый блок клубов, которые мы назвали, в общем, цифровая революция. Это цифровые силы будущего для ребят 7+. Это разработка программ на языке блочного и визуального программирования Scratch, управляющей перемещением, анимацией и озвучиванием персонажей. Это техноквест для ребят постарше. Это на платформе Arduino, всем уже известной тоже. И для старшеклассников 15+, это инженерия 21 века. Разработка программ с графическим, игровым, интерактивным функционалом при помощи новейшей среды GreenFood. Кроме этого, как будто бы мы ждем и гуманитариев, не только те, кто настроен на технические какие-то кружки. И физиков и лириков. И физиков и лириков обязательно. Например, мы предлагаем вступить ребятам в клуб любителей космической фантастики. Мы очень много, очень много за этот период, с того момента, когда центр открылся, разговариваем с родителем, мониторим мнение детей, родителей и слышим, что они очень многие читают о космосе. Ну, Злата, ты же читаешь тоже именно фантастику космическую и фильмы сейчас, и произведения. Я помню, еще Кира Булучева все в детстве еще зачитывались. Конечно, дети увлечены этим, поэтому вот такой клуб мы, конечно, решили создать для того, чтобы к нам пришли те ребята, которым интересно. Здорово, очень. Ну, и еще, наверное, обозначу, там для ребят, которые помладше, космическое макетирование, это 6+, это макеты ракет, спутников, космических станций из бумаги и изучение истории космической техники. Это тоже очень интересно для ребят. Космическое конструкторское бюро Curiosity, это сборка моделей подвижных роботов, луноходов, космических кораблей с использованием конструкторов из дерева. Тоже для ребят интересно, но и для ребят постарше мы предлагаем наш уникальный зал с уникальным оборудованием, называется он «Виртуальная космонавтика». Это такие компьютерные тренажеры, за которыми тренируются настоящие действующие космонавты, и точно такое же оборудование есть у нас в центре. Вот в такой клуб для ребят мы тоже приглашаем. Поэтому отбора нет, все желающие, кому нравится эта тема, кто хотел бы себя попробовать, мы приглашаем 2 сентября на день открытых дверей, где можно это все посмотреть, поучаствовать в мастер-классах с 10 утра начала, и после этого определиться с тем кружком, который, или с тем клубом, который наиболее интересен. Ну, часть даже наших вопросов вы сразу, ответив на этот вопрос, сняли, потому что да, мы хотели уточнить, с какого возраста конкретно имеет смысл в тот или иной кружок записаться. Но понимаем, что действительно возрастных ограничений практически нет. Я бы ориентировала всех, поскольку сейчас как раз ребята приезжают от бабушек из деревни или из теплых стран и уже готовятся точно к 1 сентября, параллельно с тем, чтобы покупать ручки и тетрадки, подумать, куда ребенок будет еще ходить, кроме того, помимо школы, чтобы ему было интересно. Поэтому сразу 1 сентября в школу, а 2-го к нам в детский космический центр и выбрать для себя тот кружок, который будет интересен. Ну, все, у Златы уже галочка в плане появилась, куда обязательно надо забежать на досуге. Светлана Натальевна, я думаю, вот мы сейчас, Злата вопрос задала и дадим возможность вам тоже задать вопрос для наших слушателей, чтобы, опять же, они смогли не только получать информацию полезную и приятную и важную, но и оставлять что-то на памяти сегодняшней нашей встречи. Ну, я тоже хочу задать простой вопрос, для того, чтобы как можно больше ребят ответило на него, а если не знают, то обязательно посмотрели. Вопрос мой такой, какая наука изучает звезды, галактику, звездное небо? Отличный вопрос. Злата, напомни телефон, куда звонить? Мы звоним на телефон 211-101. Все. Друзья, ждем ваших правильных ответов. Ну и, естественно, продолжаем разговор со Славой Натальевной. Вот хотелось бы немножечко уточнить, я как гуманитарий все-таки, мне очень понравилась идея создания клуба, литературного клуба, любителей книжной фантастики, космической фантастики. Ну, пока мы этот диалог немножечко отложим, потому что у нас уже есть сразу звонок и ответ, судя по всему, на ваш вопрос. Это хорошо. Доброе утро. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Миша. Миша, а сколько тебе лет? 11. А ты читаешь книжки про космос? И вообще, интересно ли тебе эта тема? Да. Отлично, тогда мы попали в точку. И у тебя есть правильный ответ на вопрос, Светлана Натальевна, да? Да. Ну что, Светлана Натальевна готова принимать. Да, внимательно слушаю. Какая это наука? Астрономия. Абсолютно верно. Абсолютно правильный ответ. Может быть, тогда мы подарим Мише книжку «Астрономия». Да, у нас есть просто прям такая книга с одноименным названием «Астрономия». Тем более, что Миша любит читать книги. Или ты что-то хотел другое, сам выбирай. В космос. А вот у вас еще есть приглашение? Конечно есть. Да, конечно. У нас еще есть приглашение на двоих на экскурсию в космический центр, да? Да. Да, у нас осталось. Можно его, пожалуйста? Да, конечно. Такому вежливому мальчику можно все. Обязательно тебе сейчас расскажут, как забрать приглашение. Спасибо Михаилу. Злата, давай тогда сразу смотри, с вопросами у нас легко разбираются. Давай вопросы тогда посложнее. Кто первым высказал теорию о том, что Земля и, собственно, все планеты, солнечные системы крутятся вокруг Солнца? Да, вращаются вокруг Солнца. Вопрос хороший. Ответ тоже, я уверен, многие знают. Поэтому звоните по номеру 211-101 прямо к нам в прямой эфир. Итак, продолжаем, да, вот этот диалог относительно клуба. Сами, вот, Злата, ты книги как часто берешь в руки, касающиеся именно фантастики космической? Просто я почему спрашиваю? Сегодня я один вот в студии мужчина, имею в виду, который ведет этот диалог, и мне эта тема очень близка, как и Миша, который сейчас нам звонил. А вот насколько все-таки девочкам близка тема космической фантастики? Как вы пришли? То есть читали ли вы сами книги? Интересна ли вам сейчас эта тема вот именно не только как профессионала, а просто вот как человеку, который, ну, наверное, тоже всегда смотрит в небо, видит звезды и думает, а что же там? Да, конечно, но мы ведь жили как раз, родились и были детьми в то время, когда все хотели быть космонавтами. Космос — это была тема, которой мы очень гордились, и все ощущали причастны к событиям, которые происходили. Поэтому, когда Виктор Петрович Савиных, наш земляк, полетел в космос, конечно, наш город, наш регион радовался. И эта тема для каждого ребенка, тогда он потом уже подростка, была не где-то там, очень далеко, в неземных галактиках, а именно рядом, потому что был прекрасный пример Виктора Петровича. Очень, очень, на мой взгляд, важный клуб и интересный, поскольку и взрослым, и детям, и подросткам, и молодежи это будет интересно. Мне до сих пор эта тема интересна, поскольку мы выросли на тех фильмах, на тех книгах, которые были о космосе и фантастике. Я просто думаю, как бы, тоже, может быть... Приходите, Алексей. Все, спасибо. Спасибо. Я ждал этого приглашения, чтобы тоже записаться в клуб любителей космической фантастики. Злата, ну, ты уже видишь, да, сигнал условный? Да. Там уже опять дозвонились. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Самылова Полина. Самылова Полина. А тебе сколько лет? Десять. Полина, отвечай на наш вопрос. Коперник. А зовут, помнишь, как его? У него простое имя, оно такое, знаешь, и достаточно распространенное, и в нашей стране... Николай. Умница. Да. И ты уже определилась, что бы ты хотела получить? Да. Что? Рассказывай. Юркин парк. Билеты в Юркин парк. Есть такие билеты у нас? Да, конечно. Поэтому приглашения тебя уже ждут. Рады за тебя. Спасибо огромное. Ждет и космический центр. Тебя 2 сентября на день открытых дверей. Ну и еще один вопрос от меня. Кстати, будет, я думаю, вопрос такой и у Златы, потому что мы с ней перед эфиром успели там какие-то моменты обсудить. Злата посещает кружки секции, как и большинство, слава богу, сейчас других замечательных наших детей, которые не только в школу ходят, но и стараются еще что-то вне школы получить. Вот относительно гендерного баланса, я такими умными словами специально выражаюсь, потому что эта тема достаточно деликатная. Злата, ты ходишь в кружок секцию, там наверняка все-таки больше девочек, да? Да. Соответственно вопрос. В детском космическом центре кружки больше, наверное, все-таки ориентированы, ну изначально, на мальчиков. А есть ли вот какие-то прям вот чисто девчачьи кружки или секции, куда бы им... Или вот это не предусмотрено, все приходите в один какой-то конкретный клуб и там общайтесь. Нет, конечно... Дружите, сближайтесь. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы дети приходили по интересам. Неважно, девочка или мальчик, если тебе это интересно, обязательно найдется тебе место для того, чтобы раскрыть свои таланты, способности или просто ответить на какие-то простые, может быть, вопросы и двигаться дальше. Ведь возможно, что ребенок или молодой человек, поняв, что тебе интересна робототехника, потом уйдет в какой-то другой клуб. И мальчики или девочки не имеют значения. Вы знаете, вот вы сейчас, Алексей, спросили, и я вспомнила, совсем недавно была в Санкт-Петербурге, и у меня была возможность посетить Санкт-Петербургский Балтийский университет имени Устинова. Это как раз военмех, как его называют. Это как раз то образовательное учреждение, где, собственно, на мой взгляд, и готовят космонавтов. Ну, профильное, да. Да, очень интересное учебное заведение. Так вот, первый проректор, который проводил мне экскурсию, он сказал как раз о том, что у нас 50 на 50 мальчиков и девочек сейчас. То есть молодые люди, если раньше в основном шли на эти специальности, то сейчас 50 на 50 и с тем же хорошим качеством. То есть все зависит от интересного. Если интересно, не нужно ничего бояться, нужно приходить и работать в этом клубе. Интересно? Злата еще думает. Злата, я понимаю, тем более сразу вопрос-то в лоб. А что вот в первую очередь тебе хотелось бы из того, что рассказала Светлана Натальевна, что тебя больше заинтересовало? Книги про космическую фантастику. То есть мы вместе пойдем в клуб, в клуб любителей космической фантастики. Да, кстати, он без возраста абсолютно, и это бесплатный клуб, поэтому, естественно, мы ждем всех людей, увлекающихся. Очень хотим, чтобы центр, детский космический центр стал тем местом, которое объединяет увлеченных людей. Ну, если вдруг все-таки есть дети, подростки, которые прям вот хотят отдельно, мальчики, ну, знаете, как такого пансионного типа хотят получать занятия, мальчики отдельно, девочки отдельно. Мне кажется, вот надо что-то вводить, типа кружок космического кулинара. Ну, а почему нет? Это же отдельная, мне кажется, наука, приготовление блюд для космонавтов, вот эти все тюбики. Причем, видела, Злата, да? Ну, вот Светлана Натальевна может сейчас подробнее рассказать. Есть, насколько я знаю, прям даже автомат в детском космическом центре, который выдает космическую еду. Абсолютно верно. Такой же автомат стоит и в павильоне космосного ДНХ, и в других музеях космонавтики. Это та еда, сбалансированная по калориям, специальная еда от производителя, который поставляет эту еду нашим космонавтам. Вот чего девочкам просто обычные блинчики печь, да, как на уроках нефтологии. Вот пришел в космический центр и научился готовить прям сбалансированную еду для космонавтов. Мне кажется, это такая будущая хозяйка сразу, и будущая жена космонавта. Это хорошая идея. Обязательно же космонавтом быть. Да, это хорошая идея. Я думаю, что можно точно рассуждать на эту тему, когда ребята будут чувствовать, что детский космический центр — это их дом, где им интересно, будут рождаться идеи, будут рождаться дополнительные кружки. Еще тогда сразу. Злата, может, у тебя вопрос? То, я все перебиваю, перебиваю. Все-таки детский космический центр... Вам самому интересно, Алексей, похоже. Давай, Злата, твои вопросы, потому что я сейчас на некоторое время умолкну, у меня вопросов много еще есть. А кто является педагогами вашего центра? Ну вот хороший вопрос, не детский, да? Абсолютно не детский вопрос, да. Да, Злата, педагоги, наши центры — это, конечно, все люди с педагогическим образованием, но вот клубы — это в основном преподаватели вузовские. То есть мы работаем совместно с Вятским государственным университетом, совместно с Вятской государственной сельхозакадемией, и клубы ведут эти преподаватели. А что касается работников в нашем центре, это очень хорошая команда экскурсоводов, которые закончили Вятский государственный университет или ранее Вятский... — Гуманитарный? — Гуманитарный университет, и предлагают ребятам очень качественные экскурсии с хорошими познавательными материалами. Надеюсь, всем нравится. — То есть такой молодой достаточно коллектив. — Абсолютно, да. И это люди, которые развиваются постоянно, ищут что-то новое, в этом и ценность молодежи. — Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые слушатели, напоминаю, мы сейчас перед перерывом зададим вопрос. Светлана Натальевна, давайте от вас, чтобы было у нас полное равновесие, полный баланс, и на небольшой музыкальный перерыв уходим, после которого обязательно вернемся. — Хорошо, вопрос посложнее, тем не менее он тоже хорошо известен. В каком году был запущен первый искусственный спутник Земли? — Замечательный вопрос, и у нас музыкальная пауза. До чего дошел прогресс, до невиданных чудес, опустился на глубины и поднялся до небес. По забытой хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? — Ну что, вот так вот быстро пролетела наша музыкальная пауза, которая, кстати, тоже была тематическая. До чего дошел прогресс, до невиданных чудес. — Из фильма «Электроника». — Конечно, мы и в космос полетели, и осваиваем новое, как раз-таки, космическое пространство. Вопрос был у Светланы Натальевны перед музыкальным перерывом про первый искусственный спутник Земли. И у нас, судя по всему, есть сразу, уже после музыкального перерыва, ответ на этот вопрос. Готовы? — Слушаем, конечно. — Нет пока. Итак, как только появится ответ, друзья, напоминаем, звонить нужно по номеру прямого эфира 211-101. Вопрос по-прежнему актуален. В каком году запущен первый искусственный спутник Земли? А вот и сразу дозвон, Светлана Натальевна. Принимаем. Доброе утро. — Доброе утро. — Ох, какое эхо. Чуть-чуть, может быть, вы сейчас радиоприемник свой сделаете потише, а будете говорить просто в телефон, мы вас слышим. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Торхова Лена. — Вот. — Елена, вы учитесь, работаете, сидите без дела. Учитесь где, если не секрет? — В школе. — Класс какой? Ну и школу, раз уж мы начали с вами знакомиться. Это не секрет? — Школа? — Нет. Пятая класс. — Угу, замечательно. Ну что, в каком году запустили первый искусственный спутник? — 4 октября 1957 года. — Абсолютно верный ответ, абсолютно верный ответ, и вы получаете наш приз. — Да, наш подарок. Подарок можете выбирать, кстати, самостоятельно. У вас есть такая возможность, Злата сейчас вам в этом поможет. — Да. — Смену. — Я так понимаю, ты берешь приглашение в кинотеатр «Смена»? — Да. — Ну, эти билеты твои. — Расскажем за эфиром, как их забрать. Ну вот, видите, кому-то нравятся книги в жанре космическая фантастика, а кто-то, наверное, хочется сейчас посмотреть новый блокбастер, тоже связанный с космосом. Благо, у нас таких фильмов выходит достаточно много и достаточно часто. Ну что, продолжаем, продолжаем нашу сегодняшнюю беседу. Напоминаем, уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях директор Музея авиации и космонавтики, Светлана Натальевна Шумайлова. Мы по-прежнему в прямом эфире программы «Открывашка» на 101.0 FM. И вот пришло время, наверное, обратить внимание на живые экспонаты музея, потому что музей все-таки авиации и космонавтики. Про космос мы уже поговорили. Вернемся к авиации. Вот у нас здесь есть костюм парашютиста. Друзья, если вы... Костюм космонавта. А, костюм космонавта. Черт возьми, все перепутал. На станции космонавты именно в таких костюмах, это, конечно, не новый образец, он передан нам, а также Виктором Петровичем Савиных, это тот костюм, в котором космонавты передвигаются по станции. То есть такая повседневная одежда космонавта. То есть это то, в чем мы их видим, когда вот они включают тоже там у себя прямой эфир. Абсолютно верно, да. Как раз-таки примерно в таких костюмах они и находятся. Ну, сейчас уже, наверное, еще более современная, чем эта модель наверняка костюма у космонавтов. Это вот любезно Виктор Петрович передал в Дармузею. Ну и, опять же, начинают все равно космонавты тренировку здесь, на Земле, к полетам в глубокий космос. Поэтому важно, а насколько вот они вообще подготовлены? И есть ли у нас в городе известные примеры, ну, помимо Виктора Петровича Савиных, людей, которые могли бы смело тоже полететь в космос? На самом деле космонавтом стать очень сложно и очень просто. Просто потому, что нужно обязательно этого очень хотеть и верить. И мы вот совсем недавно в своем детском космическом центре принимали гостя, председателя российского движения школьников, летчика-космонавта Сергея Николаевича Рязанского, который очень захотел стать космонавтом, когда ему сказали, что, ну, такой возможности... У вас, мальчик, нет. У вас нет, да. И он добился, стал капитаном корабля. И не только как ученые, а как и капитан. То есть это нужно очень хотеть. Если очень захотеть, можно... В космос полететь. С другой стороны, это достаточно сложная подготовка и физическая, конечно, и количество, и набор предметов, которые изучают, и наук, которые изучают космонавты, они, конечно, огромные. Но, как правило, все космонавты начинают как будто бы с понятного и простого, с парашюта, прыжки с парашютом. И вот как раз сейчас я хотела бы обратить внимание, в нашем детском космическом центре открыта выставка, она называется «Жизнь, отданное небу», посвящена 80-летию со дня рождения Татьяны Николаевны Воиновой, заслуженного мастера спорта СССР по парашютному спорту, абсолютной чемпионки мира, обладательницы 20 рекордов мира, уроженки Кельмезии Кировской области. Вот у меня в руках ее личная книжка учета прыжков с парашютом. Обращу ваше внимание, это только... Количество прыжков-то там, наверное, уже... 60-й, 62-й год за два года, да? Целая книжка. Здесь, конечно, и Россия, и Чехословакия, и Москва, и другие тренировочные базы. И видно, на какую высоту и на каком типе самолетов она совершала эти прыжки. Очень приятно, что эту уникальную женщину помнят у нас в городе. Совсем недавно были наши партнеры с завода «АвиТек». Она на «АвиТеке» какое-то время работала тоже. Тоже логично, да. Они ее помнят. И тоже очень много интересного о ней рассказали. Это тоже такой пример. Пример служения своему делу. И это человек, который тоже может быть неким таким образом и силой духа, и знаний, которые она получила. И, конечно, она бы тоже могла стать космонавтом. Ну, да даже если и не стала, собственно говоря, действительно очень хороший пример. И мы знаем, что и в гражданской авиации, и в военной авиации немало людей, которые заслуживают точно такого же внимания, как и те люди, которые отправились непосредственно в космос. Вот еще что есть интересного, именно связанного с авиацией, может быть, в музее? Ну, вот если говорить о той выставке, о которой вот шла речь, интересно будет посмотреть на выставке элементы парашютного снаряжения, самой парашютистки, а также бортовой самописец, так называемый черный ящик, который совсем не черного цвета. Да, Злат, какого цвета бортовые самописцы черной ящики на самолете знаешь? Не видела никогда? Нужно прийти, обязательно посмотреть и ответить себе на этот вопрос. Не оранжевый. Шлемофон, кислородная маска военного штурмана, бортовая карта звездного неба, парадный китель главнокомандующего военно-воздушными силами СССР Вершинина и многое другое. То есть это такая комплексная выставка как раз посвящена авиации и космонавтике, потому что в этом зале, конечно, есть видео-стенд, на котором расположена информация и фильм о Викторе Петровиче Савиных. Да, замечательно, что вот у нас действительно в городе есть такое уникальное место, где и взрослым, и детям можно познакомиться вплотную с космическими просторами, с космосом, с космической историей. Тем более, что сейчас, наверное, эта тема будет максимально актуальна с каждым годом, потому что у нас даже сейчас не военно-воздушные силы, да, уже военно-космические силы. То есть у нас всё настолько сблизилось авиация и космонавтика, что ещё чуть-чуть, и прямо вот эти, наверное, перелёты по, ну, по крайней мере, околоземной орбите будут каким-то таким рядовым явлением. Алексей, если можно, я вот в тему, о которой мы говорим, хотела бы добавить то, что наш детский космический центр обладает уникальным планетарием. Оборудование в этом планетарии настолько новое и интересное, и даёт такой визуальный ряд, что можно, ну, почувствовать себя летящим в этой во Вселенной. Поэтому я настоятельно приглашаю всех в планетарии. Вот озвучу только некоторые названия фильмов, и будет сразу же понятно, о чём идёт речь. Например, «Путешествия по Солнечной системе», «Космическая почта Луна». Кстати, я уже говорила в предыдущих, может быть, где-то выступлениях о том, что «Космическая почта» — это один из любимых проектов, которые реализуются в детском космическом центре. На первом этаже нашего здания, все уже, наверное, наслышанные, стоит такой уникальный робот-космик, который с вами разговаривает, шутит, пытается шутить. Нет, он уместно шутит, уместно, сам лично в этом убедился. И может ответить на ваши вопросы. Но если вдруг он по какой-то причине не отвечает, вы можете написать прямо от руки свой вопрос и положить в космический почтовый ящик. По прошествии какого-то времени вас пригласят на новый фильм в планетарии. Космик анализирует все вопросы, которые задают дети, и затем мы создаем фильм. Вот как раз этот фильм «Космическая почта Луна». Очень много было вопросов, ребят, о Луне. Специалисты нашего планетария совместно с космиком создали вот такой фильм, где отвечают на вопросы детей. Учитывайте запросы и пожелания гостей. Абсолютно, да. Есть такие фильмы, как «Времена года», «Майя. Наблюдатели вселенной». Я думаю, что это и взрослым будет очень интересно. Легенды звездного неба, будущей авиации, от Земли во Вселенную и так далее. То есть как мы ходим с вами в кино, точно так же периодически можно ходить и в наш планетарий и смотреть разные фильмы. Да, более того, я сниму определенные опасения, или даже не опасения, а такой некий скепсис, который я точно знаю, что присутствует в отношении планетария. Это когда люди говорят, да, у нас все сейчас вот настолько осовременено, мы все с модными гаджетами, мы можем все это посмотреть, мы можем там в какой-нибудь кинотеатр зайти или вообще дома, в домашних условиях. С планетарием это, я гарантированно могу сказать, не сравнится. То есть это обязательно нужно действительно увидеть самим, потому что даже взрослые люди, которые скептически относились и говорили, ну что я там нового еще увижу, выходят из планетария и говорят, действительно удивило, действительно впечатлило. Да ведь? Да. И сколько вот у Злата наверняка друзей, которые уже побывали в планетарии, тоже наверняка делились своими впечатлениями, эмоциями, правильно? Вопрос, я думаю, надо задать, чтобы опять же включить в наш диалог наших уважаемых слушателей. Злата, твоя очередь, еще вопрос. Как называется галактика, в которой находится наша Солнечная система? Ого, ну это уже такой достаточно сложный вопрос, хотя ответ все знают прекрасно. Дорогие друзья, звоните, опять же, напоминай, Злата, пожалуйста, номер, чтобы вы знали, куда дозвониться. 211-101, звоните, отвечайте на вопросы. Да. Костя, Леонид Анатольевна, кстати, можете тоже сразу вопрос задать, пусть будет два для обсуждения, для обдумывания, пусть люди не стесняются, общаются с нами на тему космоса. Хорошо. У нас в детском космическом центре каждый четверг проходит космолекториум. Это лекции для желающих по определенной тематике. И вот мы проработали уже целый август, и с 1 сентября, поскольку это месяц знаний, открываем космолекториум по четвергам бесплатный для всех желающих. И есть такая лекция, которая называется «Животные в космосе». Так вот у меня с этим вопрос, в связи с этим. Кто первым из друзей наших меньших побывал в космосе, и как его звали? Да. Кто из животных, прям вот конкретно задаем вопрос, да, побывал в космосе, и первым как звали? Два вопроса прозвучало, и на первый уже, судя по всему, Злат, есть ответ. Принимай. Привет. Как тебя зовут? Привет. Меня зовут Аня. Аня, а сколько тебе лет? Мне 12. А ты была, может быть, уже в Планетарии? Да, я была два раза. Два раза уже побывала. Понравилось? Да, мне очень понравилось. А помнишь, вот на какие фильмы ходила в Планетарии? Честно говоря, не помню, но мне они очень понравились. Ну, здорово. Здорово. Жду ответ на вопрос. Млечный путь. Галактика называется Млечный путь. Это правильно, естественно, и можешь выбрать сейчас подарок для себя. Может быть, ты уже определилась? Да, я определилась. Я очень хочу пригласительные билеты в кафе Зоки. Ну, они твои, да? Считай, что они уже твои, да. Без проблем. Спасибо большое. Поздравляем, спасибо. Звони нам почаще, отвечай на наши вопросы. Ну, и вопрос Светланы Натальевны, мы тоже ждем на него ответ, а пока продолжаем диалог. Злат, ну, опять же, возвращаясь к теме детского космического центра, у вас, в вашей школе, как часто вообще говорят о космосе? Есть ли какой-то уже, может быть, тоже какой-то профильный кружок, может быть, прямо на базе вашей школы, который привлекает любителей космоса и всего, что с ним связано? Пока что, насколько я знаю, такого кружка нет. То есть вам прямая дорога всем в детский космический центр? Да, и особенно для школ будет интересно предложение, которое мы с моими коллегами разработали, и мне кажется, что для прямо классов, параллелей, ребята целыми группами могут идти. Например, мы разработали интересный квест, он называется «Спасти космобобра». Это прекрасное у всех. Название-то, да, сразу цепляет, единственное, что за ним скрывается. Да, один наш вятский бобр, опытный конструктор плотин, на самом деле всегда мечтал о звездоплавании. Поэтому на авиатских берегах его давно прозвали «космобобром». И, наконец, ему удалось отправиться в полет, но вскоре его след потерялся. В общем, Светлана Витальевна, это очень таинственная история, прям даже детективная. Давайте услышим ответ на ваш вопрос, потому что есть дозвонившийся. Да. Доброе утро. Доброе утро. Бодрый голос, это хорошо. Воскресенье, значит, началось очень успешно. Представляйтесь, давайте будем знакомиться. Меня зовут Рита, мне 14 лет. Очень приятно. В учебной школе. Очень приятно. Рита, нам безумно приятно, что вы решили дозвониться в программу «Открывашка», и у вас есть ответ на вопрос про животных в космосе. Первое животное было шимпанзе, это было в 1961 году, и вы его звали Хэм. Ух как. Есть еще версии? Да, из «Собаки», «Белка» и «Стрелка». Ну, все, абсолютно полный, мне кажется, да, Светлана Натальевна? Тут вопросов даже возникнуть не может каких-либо. «Белка» и «Стрелка». А вам кто вот нравится больше из этих троих персонажей? «Белка». «Белка»? Мультяшная «Белка», потому что есть даже мультисериал, насколько я знаю. Или вот вы, может быть, где-то видели изображение собак, фотографии, и собак, которые полетели в космос? Не видели нигде? Видела. Видели. Ну, слушайте, вы очень подготовленный космоэрудит. Выбирайте подарок. Можно книгу? Конечно, можно. Их у нас очень много. Злата, расскажи еще раз, пожалуйста, что у нас есть в наличии? Смотри, у нас есть специальные тематические книги. Можно взять книгу «Астрономия». Также у нас есть книжка «Космонавт». Для твоего возраста у нас есть книга «Рассказы Перси Джексона». Можно Перси Джексона, пожалуйста? Да, да запросто. Конечно. Да запросто тебе сейчас за эфиром расскажут, как можно получить. Спасибо огромное. Видите, тоже разного возраста к нам звонят ребята. Это очень приятно. Программу «Открывашка» слушают. Нам прямо лестно. Лестно. Ну и тема «Космос», как вы понимаете, тоже действительно стала актуальна. Вот возник у меня сейчас вопрос, как у родителя. Как у родителя. Потому что Злата блеснула прям таким недетским вопросом про педагогов. А у меня вопрос чисто родительский. А как вообще можно увидеть склонности, скажем так, к техническим каким-то видам творчества? Потому что они все равно присутствуют в детском космическом центре. То есть, может быть, просто Злата не до конца раскрыла свои тайные способности. Может быть, другие дети тоже думают пока, да нет, космос не для меня, робототехника или конструирование не мое. А придут, допустим, в центр, и вы им, ну, благодаря каким-то, может быть, тестам. Я поняла вопрос, да, и сейчас отвечу на нее. Ну, во-первых, не до конца раскрыла способности Злата. Это так вот говорить нельзя, насколько я знаю, Злата круглая отличница. Поэтому все ее способности на высоте. То есть, она может выбирать, что ей больше интересно. Как раскрыть способности ребенка? Я думаю, мы тоже в этом году начали предусматривать не только какими-то мониторингами. Нет, тестированием мы заниматься не будем, но мы начинаем с сентября приглашать детей на научное шоу. Шоу физико-химическое шоу, когда ребенок может на интерактивных наших экспонатах поработать самостоятельно и понять, интересно ему или нет. Но после этого, если ему стало интересно, и он начал смотреть Википедию, либо копаться в книгах, либо задавать больше вопросов родителям, то родителю надо обязательно обратить на это внимание. И, скорее всего, это и есть тот интерес, который может переродиться в четкое понимание, какие науки и какие профили выбирать ребенку. — Замечательно. Пока у нас еще есть время и есть еще подарки, предлагаю задать по вопросу, чтобы, опять же, у нас не скучали наши слушатели, и мы еще пару вопросов вам, Светлана Натальевна, тоже успеем задать. Злата, ну что, готово какой-нибудь вопрос? Или Светлане Натальевне дадим возможность? — Да, я могу задать вопрос про Юрия Алексеевича Гагарина, всем известного человека, не только в нашей стране, но и во всем мире. Как называется корабль, на котором совершил свой полет Юрий Алексеевич Гагарин? — Замечательно. Друзья, если знаете ответ, звоните. 211-101, напоминаем, мы по-прежнему в эфире программы «Открывашка» на 101.0 FM. И мы говорим сегодня о космосе, о всем, что с ним связано, и о нашем уникальном детском космическом центре и музее авиации и космонавтики. Еще, наверняка, есть много интересного в детском космическом центре. Вот вообще само здание, само здание современное, интересное. Не успеваю задать вопрос вам, Светлана Натальевна, потому что уже звонят. — Хорошо. — Ответим, судя по всему, после. Доброе утро. — Здравствуйте. — Ой, еще один какой бодрый голос. Злата, это тебе надо разговаривать с таким бодрым голосом. — Как тебя зовут? — Аня. — Аня, а сколько тебе лет? — Мне 8 лет. — Угу. Анюта, ну что, рассказывай, на чем полетел Юрий Алексеевич в космос, на каком корабле? — На корабле «Восток-1». — Абсолютно верно, это правильный ответ, и можно выбирать подарок. — Да. — Я просто прослушала, какие были подарки, можно ли мне редакторы передать? — Ну, мы тебе просто скажем, что, смотри, есть много очень книг хороших, вот мы тебе прям рекомендуем, честное слово. И есть еще билеты на экскурсию в детский космический центр и планетарий, да. Поэтому выбирай, редактор тебе обязательно, да, за эфиром все расскажет. Спасибо огромное за звонок. Так вот, Светлана Натальевна, я уже сам забыл, что хотел спросить. — Вы говорили о том, что у нас большие, светлые, красивые помещения. — Да, да, да. — Это выставочные залы, их три, один... — Вспомнил свой вопрос. Светлана Натальевна, планируется ли каким-то образом расширять эти музейные фонды? Может быть, есть какие-то люди, меценаты, помимо Виктора Петровича, да, и других людей, которые так или иначе отношение имеют к центру? Может быть, просто вот люди со стороны говорят, у меня есть что-то интересное, мы готовы создать новую экспозицию. То есть как вы вообще общаетесь с людьми более старшего поколения, которые готовы пополнять фонды, которые готовы каким-то образом тоже участвовать в жизни центра и музея? — Это очень важный вопрос. Работа с фондами — это основная задача музея, соответственно. Она ведется ежедневно. На самом деле очень много людей, которые приносят интересные фотографии, интересные книги, интересные артефакты, какие-то говорят об артефактах, которые есть у них, и наши фондовики постоянно с ними работают. На самом деле Кировская область — это очень космическая область, оказалось. Люди, которые работают в структурах, связанные с Роскосмосом, Звездный, Байконур, их тоже достаточно много, и мы постараемся держать постоянно с ними связь. Вот совсем недавно, буквально в пятницу, мы выезжали замдиректора по научно-фондовой работе на завод «АвиТЭК», известный во всем не только регионе, но и в нашей стране, где договорились о том, чтобы в нашем детском музее, в детском космическом центре были экспонаты, которые напрямую выпускаются здесь у нас, но имеют отношение к авиации и космосу. Именно поэтому выставочный зал, один из выставочных зал постоянно будет меняться, то есть выставки будут проходить раз в два месяца, иногда и чаще, и все желающие могут прийти абсолютно свободно, предложить свои варианты экспонатов, либо документов важных. Мы вот эту работу ведем каждодневно. Ну и еще один вопрос, такой уже тоже общего характера, вот мы опять же со Златой обсуждали. Сейчас для ребят, которые особенно увлечены какой-то темой, которые особенно успешны в каком-то направлении, есть достаточно большое количество всевозможных олимпиад, конкурсов, выставок, опять же, различных симпозиумов, конференций, где ребята могут дополнительно получить, во-первых, навыки какие-то, получить определенное признание у специалистов, ну и просто пообщаться, опять же, с единомышленниками. Вот предусмотрено что-то такое, да, потому что вот Злата в олимпиадах участвует, насколько я знаю, а вот как насчет ребят, которые связаны именно с космосом? Предполагается ли, что центр станет, может быть, опять же, центром для проведения таких конференций? Или уже является, да? У нас есть один проект, который является уже знаковым брендом нашего Музея Циолковской авиации и космонавтики. Это молодежные, циолковские образовательные чтения. Это, конечно, уже знают по всей России, участвует в качестве экспертов огромное количество людей, работающих в отрасли космонавтики, сами космонавты, научные деятели. Но еще у нас есть идея, я надеюсь, мы ее сможем реализовать, имея вот такой уникальный комплекс тренажерный, компьютерный. И мы понимаем, что «Салют-7» — это всем известный сейчас и понятный фильм, который очень многие эмоции у нас вызвал. Мы хотим создать такое межрегиональное соревнование, называется «Буду космонавтов» по мотивам «Салют-7», когда возможность вот этой стыковки чрезвычайных ситуаций командно ребята будут отрабатывать. Я думаю, что это тоже станет брендом. Время нашей программы подходит к концу, вернее, уже подошло, поэтому, Злат, давай прощаться. Светлана Натальевна, спасибо огромное за встречу, за беседу. Что пожелание нашим слушателям? Злат, от тебя несколько слов, и мы заканчиваем. Ну, добра, здоровья, хорошего настроения. Верить в себя. Верить в себя, удачной подготовки к школе и, возможно, удачной, успешной подготовки к тому, чтобы стать космонавтом. Спасибо. Это была программа «Открывашка» в эфире «Эхо Москвы в Кирове» на 101.0 FM. Спасибо. До новых встреч. Детская познавательная программа «Открывашка». Субтитры создавал DimaTorzok Детская познавательная программа «Открывашка» в Кирове» на 101.0 FM. Субтитры создавал DimaTorzok